И он начинает иметь армасад. Деньги идут, и он женится. И прекрасные дети у него. Сына в армии свой играет. 50-60 бедняков позвал. Отлично, все нормально. После этого на следующий день говорит, сынок, теперь ты должен услышать, что я тебе скажу. С этого дня никакой бедняк к нам домой заходить не имеет права. Заходить одну вещь через нашу улицу, он имеет право проходить. Почему? Я вырос бедный. Когда я вижу бедняка, я вспоминаю эти тяжелые дни. Ты должен сделать так, чтобы через нашу улицу никакой бедный не проходил. И сын начинает палкой выгонять, иногда бить. Как один день, этот отец спит во сне, и во сне он умирает. Умирает во сне, пришли два ангела здоровые, поднимают его, сажают на карету. Карета начинает двигаться с очень большой скоростью. И он свою рубашку снимает, футболку снимает, и ему жарко. Он говорит, а куда мы идем? Мы идем в Гейнон. А это, как далеко, там есть семь левел, семь ступеней. А мы сейчас на какую ступень? Он говорит, мы еще до первой не дошли. Он говорит, так жарко. А что делать? Он говорит, уже дороги нету. И он одного ангела обнимает, говорит, я умоляю вас, сделайте мне какую-то дорогу, чтобы я имел один шанс. Я все свои деяния исправлю. Я знаю сто процентов, что я здесь. Ангел говорит, но сейчас ты как раз майку свою снял. Если хочешь, одна дорога есть. У меня есть плетка. Я тебе один раз ударю, и тебе верну твою жизнь. Вот это твой шанс. Сделай свой выбор. Он говорит, знаете что, ударься один раз. Ангел остановил карету. Он повернул свою спину, и ангел ударил его с плеткой. В два часа утра в доме сильный крик. Все дети, супруга, все приезжали. Папа, что с вами? Он от этого испугал, что он видел, потерял разговорную речь. Тут же убежал в туалет. Начинает умываться, и говорит, хорошо, что это оказывается сон. А я думаю, что это правда. Встает с места, начинает спина болеть. Встает с места, начинает спина болеть, снимает свою майку, смотрит в окно. Вот такой шрам на спине. Он говорит, оказывается, это не был сон. Это было натурально. Рано утром все проснулись, пришел к сыну, говорит, Джон Бедеш, мы сделали ошибку. Мы были бедняки. Сейчас немножко нам Ашем помог, парноса дал, мы не имеем права себе забыть, кто мы были. Открой ворота, дай, чтобы бедняки заходили, дай, чтобы они кушали у нас. И извини, не спили с каждым безлим, кого-то из дома вчера или после вчера выгнал. К сожалению, как Мело Беняминин сказал, я не хотел сцепу задевать, потому что я даже не имел сегодня силы рассказать, случайно, сейчас я не может себя пришел. Спасибо. А я говорю, а наш родитель, один и тот же человек, Мелоавром Олумо. Она. Я говорю, Мелоавром Олумо. Ебби. Я сейчас... Я сейчас... Секунду. Очень легко. Моя бабушка, папина, мама, Балорио, I'm sorry, Бахмал. Бахмала, мама, Балорио, Балорио, папа, Балорио, Балорио, мой прадедушка. Окей. Как мы сказали, Всевышний человеку что-то дает, все тест. Вот я сегодня зашел в двери, один из родственников сказал, Халфа, Ашимой Эльдимос, Яглафо Шелемохоне. Тихо, тихо, тихо. Эль-Икиба, он говорит, Илюши Козы. А че с ней? Я вам скажу, вот так я сидел, посмотрел, тысячами свадьбе он пел, тысячами похоронных он пел, похоронных пел, тысячи поминки провел. Да. Сегодня у него тяжелый момент. Мы должны за него молиться. Каждый человек, каждый человек имеет легкие дни и тяжелые дни. Ой, во-во, если человек себя теряет, когда у него легкие дни. Человек не имеет права себя терять. А это очень и очень тонкая вещь. Я хотел бы сегодня слово предоставить. Мло Михоэль говорит, всем приятного аппетита. Я расскажу еще одну историю. Мло Михоэль говорит,